Привет, друзья! Вы на канале Саша Орлова & Co. Я рада приветствовать вас. Сегодня мы пришли на стадион. Вы видите вот этот стенд, написано ГТО. Кто сдавал ГТО, признавайтесь, напишите мне свои комментарии. И очень интересно, какие нормативы туда входят, кстати. Я вот подумываю, а может быть мне тоже стоит? Как вы считаете? Дорогие мои, вы все знаете, что через месяц в России состоится впервые за всю историю России чемпионат мира по футболу. Кто любит футбол, поднимайте руки, пишите комментарии. Кто следит за футболом, ну наверняка все. Естественно, мы будем болеть за наших. Но вопрос такой. Кто верит в их победу? Победят они или нет? Как вы думаете, как вы считаете, нужен ли нам такой футбол? Делайте ваши ставки, господа. Наш уважаемый президент Владимир Владимирович Путин предложил немало усилий для того, чтобы этот Мондиаль состоялся. В силу моральных, физических. Но мы узнали некие новости, которые нас потрясают. И о них вам расскажет сегодня Женя сегодня будет в кадре. Жень, иди сюда, расскажи нам про новости. Всем привет. Сегодня поговорим о футболе и не только. Да, через месяц, как Саша уже сказала, ну как это уже известный факт, начинается Мондиаль в Москве и не только, да, там 7 или 8 городов. Как вы относитесь к этому, нужен нам такие игры или не нужны? Настроили очень много. Мы все позитивно к этому относимся. Новые дороги, все остается нам, жителям. Ну, нам, конечно, ничего не достанется в Приморском крае, но мы рады за вас, да. То, что у вас появились новые стадионы, новые дороги, развязки, новые, наверное, гостиницы и все такое. Мы это проходили, у нас был, когда проходил саммит на Русском острове, мы остались довольны, да. Появились у нас два моста очень красивых, дороги, ну, суть не в этом. Сейчас, на данный момент в Москве, квартиру пытаются некоторые уже предприниматели сдавать, трехкомнатная квартира, причем без ремонта, за миллион рублей в месяц. Там, по-моему, около 500 долларов за сутки. И у меня такой вопрос. Одни стараются привезти как можно больше людей из-за границы, чтобы посмотрели, как мы живем, как развивается страна, какие-то есть плюсы, минусы в развитии. И что они увидят, да. Многие ездят за границу и знают, что европейцы не так охотно тратят деньги на жилье. Они могут жить и в палатках. Это мы видели на проходящих в Европе мундиалях. Вот, и у меня вопрос, а нужен ли нам такой мундиаль? Когда одни стараются открыть нашу страну, и чтобы люди приехали, посмотрели, да, они приезжают и что видят? Что у нас какая-то квартира обшарпанная, там непонятно какая, 500 долларов за сутки. Ну, извините, ребята, не готовы иностранцы платить такие деньги. Сюда поедут, конечно, богатые, но они и будут жить не в таких местах. Они будут жить в привычных их местах, в дорогих гостиницах, отелях. Они найдут, где провести хорошо время. Ну, это точно не в таких местах. А люди, которые это увидят и будут, опять же, да, рассказывать, что в России такие цены. Ну, примерно, да, вы поняли. Они приехали на сутки, на двое и увидели. И еще что, вот уже сейчас многие СМИ пишут, что более половины стадионов, построенных вновь, новых, останутся не то, что бесхозные, они построены как в никуда. И никому, там некому будут заниматься. То есть половина будет точно бесхозная. Вот у нас в городе построили, вот посмотрите, какой замечательный стадион. Саш, покажи сзади. Сейчас покажу. У меня такой брат. Очень замечательный стадион. Долго мы этого ждали. Здесь, конечно, была просто проведена реконструкция. Но мы довольны. Дети, он, играют в футбол, занимаются многими видами спорта. Для нашего городка это, ну, более-менее уже такое событие. Так, может быть, вот эти деньги, которые потрачены на стадионы, на которых пройдут 2-3, а то, может быть, и одна игра ради такого мундиаля, можно было потратить на постройку вот таких стадионов. Я не думаю, что в каждом дворе и даже в каждом городе есть такие стадионы. Даже для нашего маленького, небольшого городка, и то этого мало. Недостаточно. Как вот ваше мнение? Вы этому рады? Мы очень рады. Я сказал, мы очень рады. Какие неисполованные правительства. Нет, да, да. Так, безумно рады. Мы сами сюда с удовольствием приходим. Иногда, да, вот, занимаемся. Да, у нас есть еще там пара стадиончиков. Ну, они, конечно, не в таком замечательном состоянии. Ну, нам это... Это, да, для нас это вот супер. Ну, хорошее, конечно, покрытие более современное такое. Футбол здесь. Хорошо смотрите. Трибуны, все есть. И вот я к чему. Как ваше вот мнение, да? Может быть, все-таки можно было настроить вот таких вот замечательных стадионов, сделать какие-то ремонты, чтобы привлечь, чтобы Рональдо и Месси отсюда вот приходили. И тогда будет у нас футбол. А кто верит, что наша сборная выйдет хотя бы из группы? Я лично. Я болею за них. Каждый год болею, ребята. И я не верю, что они даже и в этот раз выйдут. Но я не верю. Потому что я смотрю, как руководство относилось и к футболистам. И да, что там говорить. Вы сами все это прекрасно видите и знаете. Жени, как ты думаешь, им разница есть? Верят в них или нет? Им нет. Это точно просто. Я думаю, значит нет. Абсолютно. Да. И вот у меня есть предложение. Может быть, когда вот мы смотрим, да, детки вот маленькие, вот особенно детей, у меня сердце вот кровью обливается. Когда по телевизору просят по СМС отправить денег, да, на операцию, там, помочь, там, реабилитации. Там, конечно, каждый что-то там делает, каждый что-то помогает. Нас много. А может быть, я вот предлагаю сделать так. На зарплату нашим футболистам сбрасываться по СМС. Отыграли хорошо, людям понравилось, по 50 рублей скинулись, они зарплату получили. А деньги, которые они получают, зарплату, да, за свою, так скажем, великолепную игру, отправлять на лечение детям. Вот как вам это предложение? Достойно оно или нет? Вот так вот, ну, осмысленно. Ну, я не знаю, я вот так вот подумал, посмотрел. Да, абсолютно, конечно, за, ну, чужие деньги я не считаю. Мне жалко маленьких больных детей. Мы за них болеем, а потом болеем. Да, конечно. И так как они играют и ведут себя после матча, помните, да, что случилось на последнем чемпионате Европы, как они потом это отмечали, мы горькими слезами обливаемся, они обливаются шампанским, там, за сколько-то, там, тысяч евро. Классно, они за П получили. Все, и все нормально, да, вот и, а так бы по смс-очке каждый раз, тр-р-р, ага, зарплату заработали, нет, отправили. О, тогда, может быть, они тогда и заиграли бы по-другому, а, может быть, и подумали бы что-то уже такое вот на уровне, там, как вот родина. Но прячься, может, чуть-чуть хотя бы. Да, 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 хотя бы слегка. Слегонца, да. Да, да, и вот было бы, может быть, и другой футбол, и другое отношение к ним. Ну, как-то вот так вот. Ну, за внимание спасибо. Всем спасибо, все свободны. Мы с вами прощаемся, до следующих встреч позитивных. Ставьте лайки, подписывайтесь, не забывайте на наш канал, кому нравится. Пока, всем пока-пока. Чао. Пока. Пока.